Не только услышать, но и что самое интересное, увидеть собственными глазами, какая она армейская жизнь. Такого урока вместо наскучившего сидения за партой более половины тысячи школьников со всей области ждали с нетерпением. Как и полагается в армии, сначала построение на плацу. Знакомство с боевой техникой равнодушным никого не оставляет. Прокатиться, конечно, не разрешают, но вот полазить и посидеть внутри – пожалуйста. Можно даже представить себя командиром бронемашины. Машина, сказали, что она дорогая, по сути, 17 миллионов, угнайте. Но она в боевой готовности полностью. Подержать в руках настоящее оружие желающих хоть отбавляй. Все образцы стоят на вооружении 9-й Сормовской мотострелковой бригады. Солдаты рассказывают и показывают, как правильно обращаться с автоматом, винтовкой и противотанковым гранатометом. До стрельбы, конечно, дело не доходит. Но фотографию на память в роли супергероя делает чуть ли не каждый. Впечатления просто невероятные. Конечно, сразу захотелось пойти в армию, понимаете, да? Хочется пострелять, конечно, да, из такого оружия. Конечно, круто. Здорово. Я не опишу даже. Убедившись, что боевая мощь наших вооруженных сил на высшем уровне, самое время посмотреть, как живут военнослужащие. Казармы школьников удивляют. Чистота и порядок – это одно, так положено. Но вот обстановка скорее напоминает дом отдыха. Здесь даже есть что-то вроде комнаты релаксации. В таких условиях и служить хочется. Это подтверждают даже школьницы. Мне понравились танки, очень красиво, хорошо рассказывали. Полигон большой, то есть, ну, очень интересно. Казармы новые, хорошо отстроенные. Организаторы акции «День призывника» признаются. Подобное знакомство с армейской жизнью в целом – это важный шаг для того, чтобы молодежь не боялась служить в армии. Цель – это главное – это ознакомить людей, что из себя представляет армия. Вот это главная цель. Ну и, соответственно, видите, это для них был праздник для того, чтобы они должны понимать всю мир ответственности и понимать, что это очень здорово защищать свое отечество. Это нужно защищать. Любой гражданин Российской Федерации, он должен знать, из чего состоит государство. И вот армия – это как составная часть государства. И как гражданин, он обязан знать о ней все и быть готовым в ее рядах защищать свое отечество. Пополнит ли ряды вооруженных сил после окончания школы эти мальчишки, покажет время. Сейчас же у половины из них точно желание осталось неизменным. Хочу служить в армии. Сергей Щеплягин, Ренат Бикбаев. Объективно. ННТВ.